Многие люди считают, что наш мозг работает только на глюкозе. Эта глупость несусветная, запомните это. Запасов глюкозы в виде гликогена, то есть животного крахмала, в организме может быть не более чем на 3 дня. Но люди, не потребляющие сахара, то есть все то, что на вкус сладкое вообще, а такие люди есть, как вы понимаете, живут, наверное, дольше 3 дней, не так ли? И даже более 3 лет. Более того, они живут без болезней и более чем с достатком энергии. Все долгожители прошлого практически не ели сладкого. Дело в том, что головной мозг предпочитает энергию, получаемую из жиров. Мозг работает, дорогие товарищи, в идеале на кетонах, а только потом уже на глюкозе. Ведь у нас есть два пути получения клетками энергии. Первый это гликолис и цикл Крэпс, то есть энергия получается за счет расщепления глюкозы. А второй путь кетоз, то есть за счет расщепления жиров получается энергия. И второй способ, именно кетоз, наиболее предпочтителен и физиологичен всем нашим клеткам, а тем более клеткам головного мозга. Но работает этот второй процесс только тогда, когда не работает первый. Тут либо одно, либо другое. Так вот, работает он тогда, когда человек ест не более 25-30 грамм чистого сахара в сутки, то есть глюкозы, фруктозы, сахарозы. Не более 30 грамм съедаемых из всех продуктов в течение суток. Вы должны были помнить еще со школы, что глюкоза не незаменима и что она синтезируется при ее недостатке на потребности организма из жиров и из белков и синтезируется легко и просто. Так вот, глюкозы, вопреки вере большинства людей, для мозга нужно очень мало. И ее для этого всегда хватит, чтобы вы не ели. А на кето питание ясность ума будет лучше из-за того, что главным и предпочтительным для мозга топливом являются именно кетоны, то есть жиры, потребляемые с пищей. Вспомните, ну или узнайте, кто не в курсе, есть такой процесс гликогенез. Он идет у каждого из нас с вами. И этот процесс обозначает синтез глюкозы, когда клетки печени сами синтезируют глюкозу, если она нужна, необходима организму, а из пищи ее не хватает. При переходе на кето питание, если у вас есть инсулинорезистентность или уже диабет, нужно есть больше легкодоступных жиров и переход на кетоз, то есть перестройка обменных процессов у вас будет идти просто чуть дольше, чем могла бы быть, не будь у вас инсулинорезистентности или диабета. В этом случае, тем более, стоит потреблять больше кокосового масла или топленого сливочного масла. Это будет идеально. Конечно, можно льняное. Добавляйте их в рацион чуть в большем количестве. Но понемногу за один прием и много раз в день. И не ешьте вообще никаких сахаров. Видео моих, чтобы вы могли все понять, я дам вам по ссылкам под этим видео. Запомните, враг мозга – это избыточный сахар. При потреблении большого количества сахара долгие годы постепенно, рано или поздно возникает атрофия мозга. При повышенном сахаре всегда возникает инсулинорезистентность со всеми вытекающими последствиями. И тогда это приводит к нарушению когнитивных функций мозга. На кетозе, кстати, улучшается состояние и при Альцгеймере, и при слабоумии. На кетопитании у человека всегда больше энергии. Кетоацидоз – не путайте с кетозом. Кетоацидоз – это болезнь, которая возникает при повышенной кислотности, при диабете, к примеру. Это патологическое состояние. И не путайте его с процессом кетоза. Жиры же вредны, если только к ним добавлять сахар. То есть как раз взбитые сливки и тому подобное. Но не сами по себе. Кстати, наш организм сам вырабатывает до 300 грамм холестерина в сутки. Это делает печень. Главное – не загубить естественный обмен веществ неправильным, нефизиологичным питанием с высокими сахарами и высокомолекулярными сложными белками. Ну а теперь, как и обещал, я расскажу вам о вредных веществах и вредных факторах для нашего мозга и памяти. Цинк, магний, селен, кислород и гипоксии, жиры, масла омега-3, B1, B12, D3, фтор, сон, голодание и сотовая связь. Первое. Наш мозг должен получать много магния. Он очень важен не только для кровеносной и кроветворной системы организма, но и для наших митохондрий, то есть энергостанций наших клеток, вырабатывающих АТФ. Однозинтрифосфорную кислоту, то есть энергию. Итак, для клеток нейронов магний очень важен для их эффективной работы. Иначе плотность синапсов снижается, а это ухудшает и сон, и память, увеличивает утомляемость. А где же много биологически усвояемого магния? А это все то, что на цвет зеленое. Это вся зелень, это дикоросы, это более 300 растений, это и овощи. Можно, конечно, и в виде минерала в таблетках принимать, но лучше всего получать из натуральной пищи. Ну а в качестве натуральных добавок я рекомендую хлореллу, спирулину и активный хлорофилл. Ссылки будут в описании под видео. Кстати, отделы головного мозга способны к регенерации, но для этого нужна и физическая активность наша всю жизнь, и правильное питание мозга. Вот о нем сейчас я и говорю. Итак, дефицит магния вреден для мозга, а его достаток необходим. Второе, цинк. Цинк жизненно необходим для очень многих функций и задач нашего организма. У меня было видео отдельное про цинк, но в данной связи я поясню, что цинк работает против амилоидных бляшек, которые скапливаются в синапсах и нарушают связь между нейронами, что вызывает в итоге слабоумие с возрастом. Учтите это. Рекомендую употреблять цинк в виде препаратов, в виде мономинералов, двойную или даже тройную от рекомендованной на упаковке дозу. Ссылка на хороший качественный цинк будет в описании. Третье, интервальное и длительное голодание. Все виды разумных голоданий, физиологичных голоданий улучшают работу мозга, так как очищают кровеносные сосуды. Голодание растворяет амилоидные и холестериновые бляшки. Посмотрите потом вот это мое видео про интервальное голодание. Пару слов про амилоидные бляшки. Если энергия у вас в организме получается только за счет расщепления сахаров, то есть если вы едите сладкое каждый день, но при этом у вас уже есть преддиабет, то есть инсулинорезистентность, то в организме начинают образовываться бета-амилоиды, то есть амилоидные бляшки. И они приводят даже к болезни Альцгеймера, в том числе они, и вызывают слабоумие абсолютно точно. Связь, дорогие товарищи, здесь с инсулином, с сахаром, с потерей памяти прямая. Можно сказать, что такая потеря памяти и слабоумие есть сахарный диабет третьего типа. А вот как правильно голодать? Уже одно видео я вам дал, кому будет интересно, тот посмотрит. А второе видео называется «Лечебное очищение и голодание». Там речь идет уже про длительное голодание, про систему голодания, про правильную подготовку к голоданию, чтобы не было ошибок, порой очень вредно. Четвертое. Качественный сон. Он очень важен для хорошей памяти. На канале у меня было несколько видео про сон, потому сейчас про него говорить не буду. Скажу лишь, что необходимо спать в глубокой фазе сна с 23.00 до 3 утра. И это обязательно и очень желательно в полной абсолютной темноте. Чтобы вырабатывался в полной должной мере так необходимый нам гормон мелатонин. Пятое. Сотовая связь. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Пятое. Сотовая связь. Она предельно опасна для мозга. Особенно подносимые сотовые телефоны к уху, то есть непосредственно головному мозгу. Кстати, мало кто проверяется, но если сделать МРТ головного мозга, а делают его люди, как правило, по случаю, после автомобильных аварий, после сотрясения мозга, то многие люди с удивлением обнаруживают, что у них в височной доле головного мозга есть как минимум киста. И именно в том месте, где держат телефон, прижавший к уху, человек. То есть, будь то он левша или правша, всегда закономерности эти совпадают. И у каждого третьего человека сейчас есть киста головного мозга. Итак, я не буду сейчас подробно про это говорить, ведь у меня на канале, на этом самом, на котором вы сейчас находитесь, выходило уже несколько видео, которые полностью поясняли и доказывали, как это все происходит. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, будет две ссылки на два моих последних видео на эту тему. Непременно их посмотрите. Какие же меры безопасности? Кратко я вам их сейчас перечислю. Говорить по сотовому телефону, только по громкой связи или по проводному наушнику. Держать телефон как можно дальше от себя. На ночь телефон сотовый обязательно выключать, либо ставить задней стенкой, где антенну телефона, облокотив к стеклу окна, поставить телефон на подоконник и подальше от спальни, обычно это кухня. И, конечно, используйте вот эти трехслойные микроантенны в виде голограмм, которые наклеиваются на приборы-излучатели, то есть сотовые телефоны, планшеты, мониторы, кинескопы, ноутбуки и тому подобное. Посмотрите потом обязательно вот их две модели, на какие конкретно приборы-излучатели, клейцы та и другая модель. Посчитайте количество этих приборов, устройств у вас дома, в квартире, у членов семьи. Купите и наклейте на эти приборы нейтроники. Что они дают? Они до 600 раз снижают резонансное разрушительное воздействие на клетку от источников ВЧ с ВЧ излучений, то есть убирают модуляции. То есть они не допускают разрушительный резонанс, который возникает рано или поздно от высокочастотных колебаний путем наложения на частоту колебаний наших клеток организма и нашего ДНК. Кстати, ДНК, кто не знал, это в том числе и антенна. Так вот, работа приборов не изменится никак, а модуляции, вот этот разрушительный резонанс нивелируется. В общем, я советую обязательно посмотреть эти мои видео, которые жизненно необходимы сейчас, вы просто все поймете сами, а под теми видео будут источники информации, как наши отечественные, так и зарубежные. Полная доказательная база моих слов. Шестой пункт. Масла, жиры. Да, жиры очень важны для мозга, но только не те, которые быстро окисляются. Я рекомендую оливковое, льняное, органовое масло, авокадо, макадамия, кунжутное масло, конопляное масло. Это лучшие жиры. Можно, конечно, и рыбий жир, для кого это не является камнем преткновения по, скажем, этической составляющей. С точки зрения биохимии можно и даже полезно. Но есть альтернатива, это омега-3, получаемый из одноклеточных морских водорослей. Чтобы все это понять, непременно посмотрите мое видео «Омега-3-6-9 жирные кислоты». И обязательно посмотрите хотя бы три последние видео интервью с профессором Исаевым, основоположником мирового изучения влияния омега-3 жирных кислот на организмы. Ведь из омега-3 жирных кислот состоит по меньшей мере 20% серого вещества головного мозга. Особенно для нашего мозга важны две жирные кислоты омега-3. Это ЭПК и ДГК. Для кого-то это будут морепродукты. Но помните, что есть синтез омега-3 жирных кислот нашим организмом. Правда, не у всех этот синтез идет и не у всех в достатке. Опять-таки, этот момент я объясняю в своей лекции про омега-3. Конечно, омега-3 жирные кислоты необходимы всем, но особенно беременным, кормящим женщинам, для развития детей, для зрения, для хорошей сетчатки и, конечно же, для памяти. Также очень важны жирорастворимые витамины, такие как Е и А. Это, впрочем, масла, о которых я говорил, особенно органовое масло, которое богато витамином Е в гамма-модификации. Этот витамин является очень сильным антиоксидантом, что важно. И, в первую очередь, для мозга. Но это еще и хлорела, спирулина и, конечно, яичные желтки, если они получены от кур свободного выпаса, которые не кормились промышленными комбикормами. А вот неправильное соотношение омега-6 к омега-3 жирным кислотам вредит мозгу, когда омега-6 гораздо больше, чем омега-3. Седьмой пункт. Лектины и главный из них глютен. Это даже диетологи и врачи не отрицают, что он опасен для мозга, для разума, для памяти. Восьмой пункт. Нехватка кислорода, гипоксия, ишемия. Дефицит кислорода разрушает нейроны. Если есть по какой-то причине, а их сейчас я назову ишемия, гипоксия, то тогда очень могут быть полезны специальные гиперборические камеры с повышенным давлением и закачкой кислорода в них. Это позволит поправить здоровье, так как эта процедура пополняет клетки головного мозга кислородом. И эти клетки уже не отмирают, а сохраняются. Улучшается самочувствие, возникает прилив силы и энергии, но этот эффект кратковременен. Поэтому, хотя его и важно применять в определенных ситуациях, в критических тем более ситуациях, но необходимо главное найти причину гипоксии и устранить ее. А причин гипоксии несколько. Это и различные повреждения, полученные в результате травм, сотрясения мозга, родовых травм и прочих. Это пережатые сосуды шеи, питающие головной мозг. Смотрите в этой связи мое видео «Гипертония. Часть первая». Это и артериальная гипертензия, то есть гипертонус мышц, который, то есть спазмирование гладкой мускулатуры, приводит к пережатию и сужению просвета артерий. Отчего возникает такой гипертонус? Смотрите мою лекцию «Гипертония. Часть вторая». Причиной гипоксии могут быть и атеросклеротические бляшки, разумеется. Всем людям нужна аэробная нагрузка, физическая работа, труд. Нужно укреплять сердечную мышцу. Наш главный насос – это и бег, и велосипед, и труд на земле, что называется на свежем воздухе, и прогулки по лесу, быстрый шаг, иногда бег, кому он не противопоказан. Обязательно нужно убрать из рациона питания сахар и картофель, и все продукты, содержащие сахара. Девятый пункт. Дефицит витамина В1 очень вреден для памяти и вообще головного мозга. При недостатке витамина В1 возникает апатия, ухудшение зрения, возникает апноэ. Когда возникает его дефицит? При повышенной глюкозе быстро исчерпываются все запасы В1. Кстати, дефицит йода тоже влияет на память и мозг в целом. И в этой связи потребляйте фукус, о чем я постоянно твержу. Ведь в нем огромная польза. Но только вот этот фукус в гелеобразной форме натив, а не сухой, он бессмысленен. Потребляйте его по нескольким, по многим причинам. По этой в том числе ссылка, где будет описание, по которому вы поймете все преимущества и необходимость потребления фукуса, будет под этим видео. А также препарат Марина профессора Исаева. В нем, помимо прочего, тоже есть йод в активной усвояемой форме. Десятый пункт. Дефицит В12. А ведь В12 в том числе отвечает и за здоровое состояние защитных миелиновых оболочек наших нейронов. Я про это говорил в своем видео про В12. Одиннадцатый пункт. Дефицит селена. Во-первых, это мощнейший антиоксидант среди минералов. Во-вторую очередь, его дефицит приводит к отравлению организма ртутью. Если, конечно, есть избыток ртути в организме. Если она в него попадает или когда-то попала, скажем, с пищей, в наши дни очень просто получить отравление ртутью из-за отравления морей этой самой ртутью. И попадание ее в наши организмы с животными продуктами, кто их ест, с той же морской рыбой, особенно атлантической рыбой. А вот селен связывает и выводит ртуть из организма. При дефиците селена нарушается антиоксидантная защита организма. Тогда снижается уровень глутатиона и окисление в головном мозге идет быстрее. Значит, нейроны подвергаются воздействию свободных радикалов и повреждаются гораздо быстрее, чем с защитой селены. Ну и, конечно, других антиоксидантов. Самый сильный антиоксидантный комплекс разработал профессор Исаев еще в 80-е годы. Совокупное антиоксидантное воздействие которых в 56 раз сильнее любого одного из компонентов. Что научно доказано, а препарат называется латалселеном. Ссылку на него я вам оставлю, как и на все другие препараты профессора Исаева под этим видео. Итак, дефицит селена – это повреждение головного мозга свободными радикалами, это ухудшение памяти и мыслительных способностей. Селен есть в кокосах, нашем родном чесноке, в бразильских орехах, фисташках, в чечевице, в желтках яиц. Но его количество напрямую зависит от того, насколько богата или бедна почва вселенам в местах произрастания тех или иных культур. А вот почему в наши дни есть тотальный дефицит минералов, микроэлементов в первую очередь, об этом я подробно рассказываю в моем видео «Лес и почва». Кому будет интересно, посмотрите потом. Двенадцатый пункт. Фтор в зубной пасте и где бы то ни было убивает головной мозг. Тринадцатый пункт. Дефицит витамина D3 снижает способности мозга и ухудшает сон, что влечет усиление усталости и снижает активность головного мозга. Полезный медицинский препарат для сосудов головного мозга, а значит и для памяти, и для улучшения состояния после перенесенных инсультов – это препарат «Набен» или его аналоги. Продается он в аптеках. Четырнадцатый пункт. А какие продукты питания еще вредны для мозга? Во-первых, белый рис, но не рис басмати, он нейтрален для мозга, а для кишечника, вернее кишечной микрофлоры полезен, поскольку он состоит из резистентных крахмалов, и об этом у меня было видео. Жарка продуктов и копчение очень вредны для нашего мозга. Вреден для мозга соевый соус. Безусловно, разрушает головной мозг алкоголь, но алкоголь – это не продукт питания, и все же я чуть не забыл, но об этом все же сейчас сказал. Еще раз, несмотря на то, что этот протоплазматический яд, этот наркотик, продают в магазинах, в пищевых отделах, он не является, конечно же, никаким продуктом питания, а является жирорастворителем, является дезинфицирующим средством. Но, впрочем, скоро у меня будет мое большое и очень серьезное видео с предварительным названием «Вся правда о алкоголе». И вот, чтобы не пропустить это очень важное для каждого человека видео, проверьте, а подписаны ли вы на мой канал, и приходит ли вам уведомление о выходе моих новых видео на вашу электронную почту. Если нет, то в самом конце видео будет сказано, как правильно подписаться, чтобы данные уведомления вам приходили, и вы могли не пропустить выход моих новых видео. Ну и в заключение я вам дам список рекомендаций по применению тех или иных препаратов, добавок. В первую очередь, это различные антиоксиданты. Во-первых, дегидрокварцетин – очень важный компонент для головного мозга, для памяти. Во-вторых, препарат Т8-экстра – это такие полипринолы, тоже мощные антиоксиданты, но другого спектра они между собой совместимы, более того, усиливают друг друга. Это препарат Синтезит Актив, прочтите о нем информацию по ссылке под видео. Конечно же, это куркума с черным перцем. Конечно же, это высший бастиальный гриб Рейши. Это препарат Биокедр со своими антиоксидантами и биофлавоноидами. Это огневка норма, но есть идеальный набор. Набор для очищения сосудов, в том числе сосудов головного мозга, и для улучшения памяти, для улучшения мышления, для улучшения работы головного мозга. Вот этот набор, он тут рассчитан сразу на три месяца, но в зависимости от состояния памяти, от возраста, от других факторов, курс может быть продлен до шести и даже девяти месяцев. И результат будет обязательно, непременно, конечно, при изменении вашего питания и образа жизни. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok